Поскольку Запад заморозил, а де-факто украл наши деньги, логично предположить, что вор является бенефициаром. До тех пор, пока его кража останется безнаказанной. Россия не отвечает на это воровство практически никак. Мы можем прекратить поставки сырья и полуфабрикатов, без которых не сможет существовать Запад. 80% атомной энергетики США — это российский уран. Например, даже если брать чипы, они не производятся без наших сапфировых подложек, они не производятся без неона, который есть у нас, у Украины. Для того, чтобы обеспечивать развитие, нужно имитировать деньги по потребностям экономики. Для этого нужно ограничить произвол монополии, ограничить финансовую спекуляцию. Я думаю, что через некоторое время это начнут делать. Что касается возможностей, у нас довольно неплохие возможности для импортозамещения, ну и разворот торговли на Востоке, о котором так много говорили в 2014 году, можно начать реализовывать сейчас.